Добрый день, уважаемые мои подписчики и гости! Сегодня я хочу рассказать про такие необычные вспомогательные инструменты, которые я использую. Это небольшие отрезки банковской карты, также это строительные спицы. И хочу показать, как необычно можно использовать однофонтурные наборные гребёнки. Итак, первым делом я хочу показать, как использовать очень удобно, это в моём понимании, вот эту маленькую гребёнку. Не только маленькую, но и большую гребёнку. Итак, буду я это показывать на машине третьего класса, но точно так же это всё делается и на машине пятого класса. Итак, просто заправляем нитку в машину и проводим по иглам. К гребёнку традиционно эту я ставлю таким вот образом. Самое простое, зацепляю нитку и привожу в работу все иглы. То есть, сам принцип я хочу показать только. Надо навесить небольшой грузик, чтобы поддержать эту маленькую гребёночку. И так, я провяжу несколько рядов. Это предвидится как подгиб. То есть, вяжем определённое количество рядов. Далее один ряд, на котором будет перегибаться. Меняем плотность на большую. И обратно на два ряда больше вяжем. То есть, подгиб. На подгиб. Итак, подгиб у меня связан. Далее. Вот я показывала эти строительные спицы. Они у меня есть разной длины. Есть на такую маленькую. Их можно купить в магазине строительных товаров. Есть у меня на всю машину. Итак, для чего они мне нужны? Я делаю, не снимая гребёнку с вязания. Прогибаю её глубже в петли. Глубже в петли. Я её подгибаю. Сейчас мешает передняя фонтура. Использую эту спицу. Видите? Я использую её как дополнительный груз. Как груз, чтобы не топорщилось наверх вязание. Отсвобождаю эту нитку. И далее. Очень интересная вещь. Я её, может быть, кто-то видел. То есть, держим эти петли напротив игл. И просто берём гребёнку. Вот по первой игле, скажем, сориентировались. И просто выдвигаем иглы вперёд через свои накиды. Освобождаем. Вот мы уже получили подвёрнутый край. Если нам необходимо. Здесь, конечно, можно подправить и нужно подправить. Для этого я немножко утяжелю. И здесь это гораздо легче. Сделать таким вот способом. Когда у тебя уже вязание на иглах. И тебе нет необходимости искать где и что. Точно так же можно использовать декер 1.1. Это у меня из стандартного декера. Вырезаны просто... Вырезаны просто иглы. Вот так. То есть, вот я быстро и удобно получила твой подгиб. Далее мы его можем делать вместе. И точно так же такие строительные спицы. Мы можем использовать просунок в двойной край, чтобы его утяжелить. Далее речь. Я хочу показать, как использовать. Вот что же это такое. Это просто обрезки банковской карты. Здесь для более тонкой машины. Или такая 45 градусов с немножко округленным кончиком. Это я использую для того, чтобы когда нужно переносить. Или многоигольным декером мы работаем, перенося петли к центру. Или когда мы работаем с гартербаром, просто проезжая по иглам, открываем язычки игл. И теперь еще такая вот интересная вещь. Можно установить гребенку однофонтурную так, чтобы по ней проезжала наша каретка. То есть зубья здесь, она немножко в 45 градусов наклонена. То есть я проезжаю, у меня провязывается и нанизывается на нее петли. То есть межпетельные дужки. Далее, для чего это нужно? Это можно использовать для того, чтобы поднять и связать на однофонтурной машине, скажем, валики. В 4 ряда, допустим. Чтобы не поднимать каждую иглу, опять мы используем тот же способ, что я приподняла эти петли. И сюда можно продвинуть иглы. Сюда продвигаем иглы. То есть теперь уже каждую иглу я продвигаю. Я смотрю снизу. То есть я продвигаю иглы. Можно продвинуть иглы. То, что не удалось, то ставим сюда вручную. То есть я получила сейчас на той стороне валик. Получила вот такое утолщение. Далее. Еще можно делать так. Получить, скажем таки, точно так же. Подставив гребенку, проезжаем один ряд. Проезжаем один ряд. Провязываем 4 ряда. И можно делать этот валик не на всю ширину, а можно делать только в каком-то определенном месте. То есть вот, подвешиваем петли. И, например, я выбираю здесь определенные иглы выдвинуть. То есть навесить здесь на определенных иглах. Отпуская, здесь у меня получился валик. То есть здесь декоративный такой вот валик. В следующий раз я его могу сделать в другом месте. То есть провязываем, нитку упорядочиваем. Можно 4, можно 6. То есть примерно я смотрю, где у меня было. То есть это декоративные такие можно делать защипы. Здесь с камерой сейчас мне немного неудобно. То есть мы попадаем вот, опять несколько игл. Я просто их выдвигаю. Остальные у меня получились вот такие декоративные защипы. Далее еще что можно делать с гребенкой. Это можно делать и с маленькой. Можно делать на всю ширину. Можно делать такое дело. Выдвинуть каждую вторую иглу. Каждую вторую иглу. Установить гребенку. На каретке нажать одну кнопку парт по ходу каретки. То есть так, чтобы гребенка набирала только каждую вторую иглу. Провязываем. То есть у нас набрано на каждую вторую иглу. И далее вяжем как подгиб. Отключаем этот рычажок. Вяжем далее как подгиб. Скажем, этот подгиб может быть на шапочке или куда-то. То есть просто как подгиб, как край. И здесь точно так же уже можем использовать нашу линейку 1-1. И быстро выдвигаем через иглу. Вот у нас тут смотрим. То есть снизу отсюда вы нагибаемся. Вот мы получили красивый быстрый подгиб. И дальше мы можем вязать уже шапочку. Просунуть туда мы можем свою опять. Можем просунуть вот спицу в этот подгиб. Можем просунуть спицу. Потяжелиться ее на нее. Можем вешать грузы, большие грузы. Можем вешать маленькие грузы в данный момент у меня. Вот. То есть она прекрасно держит. Можем ставить сюда грузы. То есть она подтягивает от 1-1. Так что вот есть такие в моем распоряжении инструменты, которые я сама придумала. То есть это кусок банковской карты, который отодвигает язычки. Это строительные спицы. Это необычная. Вот спица. Длинная-длинная. На всю игольницу. Они довольно тяжелые. Это строительные спицы для укрепления вроде как потолка. На этом сегодня я рада, если кому-то это помогло, даст новое вдохновение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, о чем вам снять видео, что пояснить, что мы хотим по новой опять научиться или повторить что-то старое. На этом сегодня пока-пока. С вами была Анита на канале Атына Кныть. Пока-пока.